Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалтыре царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю кротность его. Сегодня мы будем изучать 77-й псалом и в православной толковой Библии говорится о том, что псалом написан с целью найти в фактах из прошлой жизни еврейского народа объяснение некоторых событий настоящего времени и руководство для будущего. Из таких фактов писатель останавливается на вероломствах колена Ефремова, его неблагодарности перед Господом, заканчивает указанием, что в этом небрежении заповедей Господа и недостоинствия Ефрема заключается причина, почему Господь его отверг, то есть Ефрема колена, а избрал Иуду, гору Сион и царя Давида для правления народом. Действительно, этот вопрос, он очень такой актуальный, почему Господь отдает предпочтение одним народом перед другими, как бы даже не считаясь с теми заслугами, которые они могли иметь ранее перед Богом, и почему Господь сменяет один народ другим народом. Но, без сомнения, мы не можем жить нашими прошлыми заслугами, все время вспоминать наших древних предков, потому что наши древние предки являются основанием не только нашего племени, нашего народа, они могут являться основанием и существования других племен и народов. Например, Киевская Русь — это колыбель Белоруссии, это колыбель России и колыбель современной Украины. И таких случаев очень много, когда разные племена, народности, народы, они имеют как бы вначале общую историю, а потом кто-то сохранил большую верность этой истории, кто-то меньшую. И вот эта переменчивость, с чем она связана, вот этот псалом поможет нам понять, что же это такое. Надписание этого псалма в греческой саптуагенте в научение Асафа. То есть этот псалом принадлежит группе псалмов за подписью Асафа, то есть благочестивого человека. Церковнославянский текст следует всегда за саптуагентой. По-церковнославянски он называется, этот псалом разума Асафу, а дословное прочтение с еврейской массуры — «Вразумление от Асафа». Что это за вразумление? Что это за учение? Имеется в виду, что Асаф как бы говорит о том, рассказывает о тех благодеяниях, которые Бог садил для сынов Израиля. И в самих этих словах мы можем научиться страшиться Бога и не прикословить Его речению и Его заповедям. Потому что когда люди этого не делают, то они теряют все свое величие. И от прежнего величия может сохраниться только имя. или это Киевская Русь, или это государство российское, Московия. А реально за этим, может быть, ничего не стоит. Такое может быть. И мы начинаем чтение по саптуагенте с первого стиха и ниже. «Внимай, народ мой, закону моему, склоните ухо ваше к словам уст моих». Вот здесь немножко непонятно, почему, отталкиваясь от установления Божьего закона, где Господь прямо говорит, что если еврейский народ будет ему неверен, то и Господь будет неверен им. Почему эту истину Ассав называет как бы своим учением? «Внимай, народ мой, закону моему». На самом деле, такой перенос Божьего закона на народ, на отдельно взятых людей, он связан с тем, что существует необходимость, чтобы заповеди Божие мы воспринимали как заповеди, которые буквально родились в нашем сердце. В том смысле, что они созвучны всему тому, что мы имеем уже заложенную в нашем сердце, но мы не могли это так вот сформулировать, как Дух Святой формулирует эти принципы, извеченные на страницах Писания. «Внимай, народ мой, закону моему, склоните ухо ваших к словам уст моих, открою в притчах уста мои». В данном случае притч — это образ, аллегория. «Открою в притчах уста мои и возвещу изначальные гадания». Что значит изначальные гадания? Феодорит Кирский объясняет перешедшее от отцов к детям. Предание. Потому что все, что переходит от отцов к детям, это то, что передается. Предание по-еврейски — это массора, по-гречески — парадосис, а на славяно-русском — это именно предание. «Открою в притчах уста мои, возвещу гадательные, изначальные гадания». Вот так, по Юнгераму. О чем это? Это о том, что прошлое мы не видим так ясно, как настоящее, но, всматриваясь в расплывчатое прошлое, мы можем реально оценить наше настоящее и даже предвидеть будущее, которое нас всех ожидает. С массоры второй стих звучит «Открою в притче мой рот, изъявлять буду загадки из древности». Загадки из древности, то есть имеется в виду, надо выучить те уроки, которые нам предоставляет наша история. Как Карамзин писал, что историю надо учить как некое священное писание собственного народа, понимая, что были времена и более худшие, чем те, которые мы переживаем, и более лучшие, чем те, которые мы переживаем. И если мы вспоминаем, что были более худшие времена, это утешение, для нашего настоящего, а если мы вспоминаем, что были более лучшие времена, это как бы некое руководство к действию. И мы читаем третий стих и ниже, что мы слышали и узнали, и отцы наши поведали нам. Далее. Действительно, в порядке передачи преданий дети очень много узнают о прошлых временах. Собственно говоря, по отношению к Священному Писанию священное предание первично. Не по отношению к Слову Божию, потому что вначале было Слово, а по отношению к Священному Писанию, то есть к записанному откровению, предание, но первично. Ведь первое Писание написал кто? Боговиц Моисей. А до Моисея были многие события, жизни первых людей, Адама и Евы, жизнь Ноя, жизнь Авраама, Исаака и Якова. И все эти знания, они сохранились именно на уровне предания, передавались от отцов к детям. Причем в 18 главе книги Бытия Бог прямо говорит, что Он избрал Авраама, только потому, что Он знал, что Авраам создаст настоящую религиозную семью, и Он будет передавать вот эти знания, полученные от Бога своим детям, то есть последующим поколениям. Дети — это очень широкое понятие по отношению к предкам. Как и предки — это и отец собственный, и мать, и бабка, и прабабка, и дед, и прадед, и так далее. Поэтому в Священном Писании детьми человека могут называться его внуки, его правнуки, потому что это более такое широкое понятие. «Возвечу хвалу Господу и силу Его, и чудеса Его, сотворенные им». То есть от сотворения мира можно поведать через истинное предание и писание о том, что нам есть за что благодарить, восхвалять нашего Бога. «Он дал откровение в Иакове и закон положил в Израиле. Что заповедал отцам нашим, то они должны передавать сыновьям своим. Да знает род иной, сыновья, имеющие родиться, и восстанут, и поведают о сем сыновьям своим». То есть серьезное такое назначение каждого поколения передать веру последующему поколению, а последующее поколение передаст веру другим. Поэтому очень важно не вносить в вероучение церкви какие-то новые понятия, представления, новины какие-то. Мы можем нарушить порядок сохранения чистоты предания. «Дабы возлагали на Бога надежду свою и не забывали дел Божьих, и заповеди Его искали». Ну, в общем-то, первая часть 7 стиха понятна. Зная действия Бога в истории, мы больше возлагаем надежду на Него. А что значит искать Его заповеди? Давайте посмотрим, как это по Массори. «И возложат на Бога надежду свою и не забудут деяния Божьи, и Его заповеди будут хранить». Ну, хранить — это более понятно, но мне представляется, что перевод по сптуагенте более точно передает смысл. Заповедь надо именно искать. То есть надо искать и обнаруживать исполнение каждой заповеди в своей собственной жизни. И когда человек оказывается в той или иной ситуации, когда перед ним стоит дилемма, вот я буду поступать по заповеди, не буду я поступать по заповеди. Если он обнаружит заповедь в своей жизни, это имеется в виду, что он будет жить по этой заповеди. «Дабы не были, как отцы их, родом лукавым и огорчающим, родом, который не сохранял правоты сердца и не был верен пред Богом, духом своим». Что значит «не был верен пред Богом, духом своим». То есть верность к Богу, она проявляется не только во внешних действиях, но и в самом расположении человеческого духа, когда мы всем сердцем, всем помышлением служим Богу. «Сыновья Ефрема, натягивающие лук и стреляющие, обратились назад в день брани». И вот здесь сразу дается такой не очень красивый пример из истории колена Ефремова, когда, начав сражение, они уклонились от его продолжения. «Не сохранили завета Божия и не захотели ходить в законе его». А как ходить в законе его? Ведь заповедь — это не ботинок, который одел на ногу, и ходишь с ним. Ходить в законе означает каждый свой шаг выверять в соответствии с волей Бога. Как Псалом Певец Давид говорит, что «закон твой — светильник для ноги моей». И забыли благодеяние его и чудеса его, которые он показал им. Чудеса, которые он совершил пред отцами их в земле египетской на поле Танеос. Оказалось бы, здесь говорится о том, что как бы они были свидетелями этих чудес. И в то же время объясняется, что не они, а их отцы. Но так как существует порядок передачи предания именно от отцов к сыновьям, то таким образом божественная благодать делает нас как бы современниками тех великих чудес, о которых мы читаем в Писании, то, что происходило с нашими предками. «Разделил море и провел их, остановил воды, как в мехи, и ввел их облаком, днем и светом огня во всю ночь. Растор камень в пустыне и напоил их, как бы из великой бездны, и извел воду из камня, и провел воды, как реки». Казалось бы, для христиан эти слова не имеют смысла, потому что здесь рассказывается священная история еврейского народа, но на самом деле все не так просто. Что значит «разделил море и провел их»? Прохождение сквозь Черное море это символ христианского крещения. И мы, когда вспоминаем крещение Руси в водах Днепра, мы должны переживать этот момент как современники этого момента, потому что от отцов мы получили указание на это событие, как на одно из самых величественных событий. «И вел их облаком, днем и светом огня во всю ночь». Действительно, Господь и днем, и ночью посылает церкви свои откровения. «Расторг камень в пустыне, напоил их как бы из великой бездны». Пустыня — это мир язычества, камень — это сокрытый образ Христа, который не созерцается язычниками, но когда он раскрывается действием Духа Святаго перед ними, он становится источником воды, которая оживотворяет пустыню. Поэтому все эти слова, они имеют отношение и к нашей христианской истории. Домостроительство уже нашего спасения и извел воду из камня, и провел воды, как реки, «Воды, как реки» — это проповедь апостолов, которая распространилась по всему миру. Далее говорится, «А они продолжали грешить пред ним, огорчали Всевышнего в безводной, то есть в пустыне, позволяли себе огорчать Бога, а ведь в пустыне они всецело зависели от Бога, если бы Господь не послал воды, если бы Господь не послал ман с неба, как бы они выжили». Но и в нашей жизни все тоже таким же образом устроено, все зависит от Бога. Если бы мы об этом чаще вспоминали бы, у нас видимость такого благополучия как бы нашего существования, но это именно видимость. «А они продолжали грешить пред ним, огорчали Всевышнего в безводной и искушали Бога в сердцах своих, прося пищи по душе своей». То есть они говорили, «Не нужен нам ман, вот этот хлеб с неба, который имел вкус пресной лепешки, смазанный медом». Вот так говорится в Библии. И людям как бы приелись эти дары с неба от Бога, и они захотели там чеснок, они захотели, значит, мясо, чтобы побольше было бы у них. То есть как в Египте. Они все время ностальгировали по Египту, как сейчас многие люди ностальгируют по советским временам, не понимая того, что это были времена воинствующего безбожия. И там не так все было благостно, как может кому-то показаться. И клеветали на Бога, и говорили, «Уже ли Бог сможет приготовить трапезу в пустыне?» То есть они начали сначала ностальгировать о прошлом, потом они стали наговаривать на Бога. «Хотя он ударил камнем, и потекли воды, и полились ручьи, но сможет ли он дать и хлеб, и приготовить трапезу народу своему?» Трапеза – это полный стол с разнообразными снедьями, то есть это не просто манна, это какое-то многообразие пищи, и вот они этого требовали от Бога. «Услышал Бог и гневно возрел». Что значит возрел? Если в Писании говорится, что Бог услышал, значит услышал молитвы. Если сказано, что Господь возрел, то есть он обратил внимание на ту ситуацию, в которой люди оказались. «И огонь возгорелся в Иакове, и гнев поднялся над Израилем». То есть наказание Божие были за эти ностальгические вспоминания о Египте греха. «Ибо они веровали Богу и не уповали на спасение Его. Он заповедовал облакам свыше и открыл двери неба и послал им манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангелов ел человек». Вот здесь мы видим, что ман, который падал с неба, называется хлебом ангелов. И Феодорит Кирский пишет, «Подаваемый ангелами, служащими Божьим мановением». То есть не в том смысле, что ангелы питаются этим хлебом, он называется хлеб ангелов, потому что ангелы подавали ман с неба. Но в некотором смысле ангелы вкушают сладость общения с Богом, а в этом небесном хлебе было именно так. Кстати, ман, он преобразовывает собой в святую Евхаристию, как сам Христос говорит о себе, «Я есть хлеб, сошедший с неба». То есть как бы иной ман, более значимый. «Пищу послал им до пресечения». Они еще и мясо хотели. «Поднял южный ветер с неба и навел силою своею юго-западный ветер и наслал на них, как пыль мясо, и как песок морской птиц пернатых, и нападали они среди стана их, вокруг шатров их. И ели они пересытились, и желаемое имя дал им, и они не лишены были желаемого своего, но еще пища была в устах их, когда гнев Божий пришел на них и убил очень многих из них, и избранных Израиля не изложил». То есть они еще как бы насыщались, как уже пришел гнев Божий. Кстати, существует предание, что ман обладал удивительной способностью. Вкушающий ман испытывал вкус такой, какой он хотел испытывать вкус. То есть для ребенка это было что-то сладкое, для человека возраст это что-то такое острое, солененькое. То есть как в святых дарах в теле и крови Иисуса Христа мы получаем все потребные для каждого возраста, для каждого состояния, так и ман — это было не однообразие, это было божественное многообразие, а они на это не обращали внимания. «При всем этом они еще грешили и не верили чудесам его». А как они могли не верить? Они думали, тот ветер сбросил на землю каких-то птиц, причем тут как бы Господь, и проходили дни их в суете, и летая их поспешно. То есть когда люди не живут волей Бога, то это время, потерянное время. Все это суета и некая такая поспешность, то есть все как бы лишено смысла. Феодорит Киркский пишет, они с усердием предавались своим суетным трудам, суетным, то есть бессмысленным. «Когда он умершвлял их, они искали его и скоро обращались к Богу». То есть когда действительно там мор или нападение змей в пустыне, в этих случаях они вспоминали о Боге. И вспоминали, что Бог помощник им, и Бог Всевышний, избавитель их, и выражали любовь к нему устами своими, и языком своим лгали ему. Ну мы с вами выше уже прочитали, что надо служить Богу духом своим, то есть не только внешними действиями, а у них это часто было. В сердце же их не было право пред ним, и не были они верны завету его. То есть даже тогда, когда молились. Он же был щедр. Господь сохраняет все-таки верность даже тем, которые нарушают завет с Богом. Об этом неоднократно в своих посланиях пишет апостол Павел. Он же был щедр и прощал грехи их, и не губил, и многократно отвращал ярость свою, и не вспламенял всего гнева своего. Что значит всего гнева своего? То есть гнев был пропорционален вине, или он ограничивался божественным милосердием. И он, то есть Господь, помнил, что они плоть, дух выходящий и не возвращающийся. Что значит помнил? Господь ничего не забывает. Он действовал так, как будто он всегда эту мысль держал перед своим взором. То есть он очень осторожно наказывает людей, понимая, что не каждый может перенести какое-то наказание. У нас на свободе очень много людей, которые совершили страшные преступления. А почему Господь не попускает наказание, например, отбывать срок в тюрьме? А не каждый сможет перенести. Кого-то тюрьма, она его просто сплющит, от него ничего не останется. Поэтому, когда я выступаю перед заключенными, я говорю, здесь сильные люди, которые способны перенести наказание. А когда Господь посылает наказание, это педагогическая некая мера воздействия. Сколько раз они огорчали его в пустыне, прогневляли его в земле безводной? Ну, здесь как бы немножко непонятно. Сказано уже, огорчали в пустыне. А пустыня — это и есть место безводное. Зачем вот это добавление прогневляли его в земле безводной? Здесь имеется в виду, что в пустыне было много всего, там и змей, и скорпион, и так далее. Но самое тяжелое испытание в пустыне — это отсутствие воды. То обращались к нему, то искушали Бога, и святого Израилева раздражали. Не помнили благодеющие руки его в день, в который он избавил их от притеснителя. Имеется в виду фараон. Как он явил знамения свои в Египте, чудеса свои на поле Тонеос. На поле Тонеос. И превратил в кровь реки их, то есть нил его притоки, кстати, у Нила нет притоков, а в Библии говорится, что и притоки превратились в кровь. Имеется в виду каналы, которые славились на весь мир, египетские каналы, которые называются притоками. И превратил в кровь реки их, и потоки их, чтобы они не могли пить. Послал на них песик мух, и жалил их, и жаб, которые губили их. А как жабы могли их губить? Они были переносчиками болезни. И отдал вредной росе плоды их, и растения их, и саранче. А что значит вредной росе? Имеется в виду вредная медвянная роса, подобно ржавчине, истребляющая и поедающая растения. Побил градом виноградники их, и смоковницы их со льдом. Что значит со льдом? То есть град был огненный, и плюс еще внутри этих ледяных кусков градин, в них был огонь, и сами они льдом изничтожали и поджигали урожай. Это очень сложная такая композиция, но именно так это описывается в традиции, что град, который побивал Египет, внутри этого града был огонь. Казалось бы, вещи несовместимые. «Лед и пламя». «И предал граду скот их и имущество их огню». Здесь как раз мы видим совпадение как бы града с огнем. «И предал граду скот их и имущество их огню». То есть когда эти градины разбивались, там пламя появлялось. «И послал на них яростный гнев свой, ярость и гнев и скорбь, неизведенные через ангелов, посылающих бедствие». То есть оказывается, есть ангелы бедствия или наказания. Ефимисий Габен пишет, не потому, чтобы они по природе были злы, а потому, что не изводили наказание и скорби. То есть такое послушание им Господь давал. Есть ангел смерти, он лют, лют, не потому, что он такой по природе. Это поручение, которое ему дает Господь. Вынимать души из тел. «Проложил путь гневу своему и не пощадил от смерти души их, и скот их предал язве». Здесь немножко непонятно, а почему участь людей и скота одинаковые. Есть такое объяснение, что когда жили в Египте, то нечестивые язычники они совокуплялись со своим скотом. Поэтому эти животные были осквернены действиями людей. А не в том смысле, что сами по себе они несут себе какую-то нечистоту. И поразил все первородное в земле египетской начаток всего, приобретенного от труда их в селениях Хама. И, кстати, в Пятикниже Моисея говорится, что если девица стала под животное для совокупления, или женщина, побивается камнями и женщина, и животное. Или мужчина вступил в сексуальное отношение с животным домашним, побивается камнями и мужчина, и животное. И поразил все первородное в земле египетской начаток всего, приобретенного от труда их в селениях Хама. Да, Египет — это селение Хама, потому что тогда, в отличие от современного Египта, там жили хамиты. Сейчас там живут арабы, арабы-семиты. Но арабы туда пришли и завоевали эту землю. А когда-то это были истинное селение Хама, Митсраим, то есть египтяне. И поднял, как овец, народ свой, повел их, как пасту пустыней, то есть когда выводил из этого ада египетского, и вел их безопасно, и они не боялись, а врагов их покрыло море. И вел их на гору святыни своей, на гору сию, которая стяжала десница его. Гора святыни Господней имеется в виду, что Бог там дал святые заповеди, а не в том смысле, что сама по себе гора обладала какими-то духовными качествами. Как апостол Павел пишет, неужели мы отрицаем закон? Конечно, нет. Закон свят и заповедь свята. «И изгнал от лица их народов по жребию, разделил им землю, их межевую верфию, и поселил в жилищах их колено Израилевы, но они искушали, огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не хранили». То есть даже оказавшись уже в обетованной земле, они продолжали поступать неправильно. И отвращались, и отступали, как и отцы их, отцы в пустыне бунтовали против Моисея и Аарона, а эти уже на святой земле, как и отцы их превратились в неверный лук. Неверный лук, то есть неверный — это лук, который стреляет мимо цели. Кстати, в греческом языке, насколько я помню, грех — это и есть промах. Промах. То есть это мимо цели. Это мимо цели, когда человек опрометчивый промах совершает. «И прогневляли его высотами своими и стуканами своими, раздражали его». Ну, давайте вернемся к этой теме, что грех — это промах. Как бы направление правильное. Например, есть грех прелюбодеяния, блуда. А почему это мимо цели? Потому что целью является заповедь создать семью, плодиться, размножаться и наполнять землю. А все, что не попадает в эту цель — прелюбодеяние, блуд, разврат, осквернение и так далее. Или человек имеет право на собственность, которую он зарабатывает своими руками. А если он ворует, это промах. То есть он не зарабатывает своими руками, он пользуется чужим, причем совершенно незаконно. «И прогневляли его высотами своими, стуканами своими, раздражали его». Это двоеверие, которое было у евреев. Услышал Бог и гневно возрел, то есть оценил их ситуацию. А, кстати, вот это выражение «возрел», когда Господь говорит «пойду, посмотрю», это наставление о том, что нельзя на слух верить каким-то обвинениям. «Надо пойти, посмотреть и точно узнать, так это, как вот говорят об этих людях, или это какая-то клевета». И услышал Бог и гневно возрел, такой антропоморфизм, и уничтожил сильно Израиля. И отверг скинию Силаамскую жилище, в котором он обитал среди людей. И отдал в плен крепость их, красоту их в руки врагов и предал мечу народ свой и достояние свое презрел. Юноши их поел огонь, и девицы их неоплаканы были. Священники их от меча пали, и вдовы их не будут оплаканы. Но восстал, как бы, от сна Господь, как сильный и шумящий от вина. Почему-то здесь такой пример. Восстал, как бы, от сна Господь, как сильный, то есть богатырь и шумящий от вина. Потому что, если пробуждение неожиданно происходит, то это что-то такое раздражительное может проявляться. Феодорит Кирский пишет, «Как бы некий сон, отложив долготерпение, он нанес иноплеменникам удар». Но выше говорится об ударе и по отношению к собственному народу Божию. То есть, когда гнев Божий проявляется после долготерпения, это как бы пробуждение. «И поразил врагов своих в тыл, вечному позору предал их. И отверг селение Иосифа и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудова, гору Сион, который возлюбил». Колено Иудова, это царственное колено, из которого по плоти происходит и Христос, Спаситель наш. Поэтому то, что Господь не избрал Ефрема, он не избрал вообще весь еврейский народ, даже лучших из них, потому что «ефрофянин» «ефрофянин» вот это слово имеет в первой книге царей оно встречается в первой главе. Значение и произошедшего от Ефрема и в то же время «ефрофянин» на еврейском языке означает «уважаемый человек» и неважно из какого колена. То есть Господь отвергает самых уважаемых людей и избирает колено Иудова, точнее того одного царя царей, который происходит из дома Давида по плоти, то есть Христа. И построил как жилище единорога. то есть избрав колено Иудина на земле этого колена построил как бы жилище единорога. Что это значит? По силе этого животного недоступна для врагов его вот его мощь недоступна. Так храм Господень в Иерусалиме недоступен для врагов по мощи силе Господа. Это объяснение Афанасия Великого и блаженного Иеронима. Но храм прежде всего имеется в виду храм тела Мессии. Как Христос говорил, разрушьте этот храм, то есть распните меня, и я за три дня восстановлю этот храм. То есть на третий день я воскресну. И построил как жилище единорога святилище свое на земле основал его навек. Но если бы это относилось к Иерусалимскому храму, так там ничего не осталось. И первый храм разрушен, и второй. Тогда эти слова были бы уже пророчеством. Но здесь говорится именно о том, что Христос в своем человечестве есть святилище для собственного божества. «И избрал Давида раба своего как потомка, то есть как предка Христа, избрал Давида раба своего и взял его от стада овец». То есть он был простой человек, он не был таким знатным, как ифрофянин. «От стад его взяли, то есть от пастушества, от даящих взял его пасти Якова, раба своего, и Израиля наследие свое». То есть от даящих, то есть несовершенных. «И пас он их в незлобе сердца своего, и разумно, руками своими путеводил их». Но все, что относится к Давиду, относится к Христу во многих случаях, потому что Давид это предок по плоти Христа Спасителя, и мы помним, что Евангелие от Матфея и начинается с отсылки к Давиду родословия Иисуса Христа, сына Божия, сына Давидова. Продолжение следует...